ПЕСНЯ Ирина Анатольевна Рахимова 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 Ну, пожалуй, самая главная причина По которой люди не создают семью Это боязнь трудностей И один из критериев готовности к браку Это готовность к трудностям Переносить все лишения А на самом деле мы все, в общем-то, верующие люди Мы знаем, что путь духовный Дорога духовной По этой стезе духовной Она очень сложная И, конечно, семья Это та среда, в которой мы Это самая благоприятная среда Для того, чтобы В общем-то, помогать друг другу На пути к спасению То есть спасение в чем? Совершенствование в чем? В любви И вот этот талант любви Который мы должны, в общем-то, реализовать Через общение И научиться общаться в семье Вот как раз то самое главное Но парадоксально И, как это бывает, да Амбивалентно люди хотят создать семью Теоретически говоря об этом А практически они Почему-то ее не создают И очень много таких людей Которые приходят на консультацию Чаще женщины, конечно, молодые девушки И вот они озадачены этим вопросом И не понимают, в чем же причина Почему я говорю противоречиво? Потому что иногда люди говорят Что они хотят создать семью Почему же они тогда долгое время Не создают семью? Это как нужно хотеть? Если я хочу, значит, я вроде как и... Почему же я этого не делаю? Например, к примеру, значит, Подтверждая вот эти мои слова Вспоминаю одну историю из консультаций Когда девушка, с которой мы на этот предмет говорили Она, значит, убеждает меня в том, что она хочет И у нее это не получается И уже я в этих попытках моих понять причину В общем-то, да Мне приходит в голову ей Спонтанно совершенно, значит, дать такое задание Вот мы сидели за столиком И я ее попросила Вот в этой комнате, где мы находились Чтобы она выбрала из этой комнаты Какие-то такие объекты, предметы Которые ассоциируются у нее с проблемой замуж Вот Ну и, значит, на столике лежали Связка моих ключей И она, значит, говорит Вот эта проблема замуж Ну, это очень символично, насколько вы понимаете То есть ключи к чему-то, что ты ищешь Ну и я ее попросила Расположить ее на столике, где она хочет Произвольно как-то, да Ну, она, значит, положила это, допустим, к стене Вот На столике Столик была стены Потом, значит, прошу ее найти предмет Который ассоциируется с молодым человеком Ну, там была ручка или карандаш Я, значит, выбрала карандаш Я попросила его куда-нибудь тоже разместить И карандаш, значит, ушел вот в эту часть стола Противоположную Значит, вот теперь где вы? И на столике лежал прям как-то все совпало Так лежал мой маленький мобильный телефон розового цвета И что может тоже символически отражать Вот разговорчивость там и все прочее, да Значит, он переместился в другую часть стола Прямо абсолютно противоположную вот этому ее объекту Там Поиска Когда я ее попросила посмотреть со стороны Что она, как она может прокомментировать Она сказала, да, похоже, я не хочу замуж Слишком далеко эти объекты друг по другу находятся Располагаются Вот Это, конечно, ну, тест Это можно к нему относиться как угодно Но тесты такого плана, они проективны То есть это проекция того, что, в общем-то, у тебя есть Там в глубине подсознания Вот И я к чему это говорю? Да, мы иногда хотим вроде бы осуществить какую-то свою цель А на самом деле что-то нас внутри не пускает это реализовать, это сделать К разряду психологических проблем, да Связанных вот с этим вопросом создания семьи Конечно, относится как не... Ну, целые... Там очень много причин И все знают, что это не всегда однозначно Там можно сказать Так, вот вы там... У вас это не получается потому-то и потому-то На самом деле Когда люди приходят на консультацию, да Они Бывает так, что долго ищем мы какую-то проблему, да Связанную с его вот обозначенной темой, да Кто-то просто вот раз пришел И уже через два месяца я Неоднократно у меня такие были истории, да В практике Когда мне там встречались люди Или звонили, говорили Мы уже там создали семью, да Я приведу потом эти примеры И, конечно, этих препятствующих факторов очень много Один из самых на поверхности Это, конечно, что... Ну, и я, конечно, опять-таки, не может быть, повторяюсь Да, все это знают Что мы, в общем-то, родом из детства И, естественно, вот те модели Модели семьи, которые мы усваиваем, да Через сценарии там родительских отношений В нашей родительской семье Понятно, что мы вот носители такого тоже кода, да И одна из самых основных причин, которые озвучивают люди, которые приходят на консультацию Они говорят, что мы боимся создавать семью Страхи Почему? Потому что мы не хотим так же жить, как наши родители И, на самом деле, это очень серьезные вещи Потому что то, что мы однажды сказали А слово, мы сами знаем, какую оно имеет силу Мощную силу, да Которая может действительно двигать горы И слово можно, говорят, убить И слово можно там исцелить Но то слово, которое мы иногда Сами себе даже иногда говорим Или когда что-то там нам родители или близкие Иногда могут навязать как штамп какой-то, да Подсознательно работает в нас Как минус замедленного действия Ну, к примеру Допустим, если родители говорили детям Ты там, не умелха, у тебя руки не оттуда растут Кто тебя замуж возьмет Да как ты там женишься Как ты будешь там семью там обеспечивать Или кто из тебя выйдет Ну, в общем-то, может быть, это сказано было там На каких-то эмоциях И сгоряча Но слово, оно запало И оно может работать как программа какая-то, да И, ну, вот, например, был у меня Как-то на встрече один мужчина И он подошел и говорит Вот, знаете, мне уже 42 года А я никак не могу создать семью Надо сказать, что у меня вообще не было Таких серьезных отношений никогда и с кем Ну, такой видный, как говорят, адекватный мужчина Нормальный, да Ну, что ж такое-то не ладится И когда мы с ним стали разбираться Ну, у меня были версии, что это может быть связано с тем Что родители что-либо там повлияли Как правило, бывает, кто на нас влияет Или это родственники Родители, родственники Преподаватели в школе, да Как авторитетное там, да, звено Сверстники Кто-то как-то что-либо там в ПВУ сказал И, в общем-то, эта программа как Программа неуверенности в себе Может быть, потом, которая уже перерастает Какие-то в тревогу, в страхе И он как-то мне дал понять, что нет И мы, в общем-то, выяснилось, что нет Это вроде бы как не совсем родители, да А почему? Потому что он сразу как-то ярко У него какая картина у него всплыла Связанная с прошлым Он говорит И я иногда тоже наблюдаю Как что-то происходит между нами Когда на консультации Вдруг люди говорят Мы и забыли, мы и не помним А вдруг раз и что-то всплывает ассоциативно Ну и вот он вспоминает историю Когда ему было лет 10-11 Девчонки подарки делали На 23 февраля мальчишкам И они, значит, приглашали в класс По отдельности мальчишек И его... Ну, а мальчишки удивлялись В коридоре стоящие, ожидающие Что же там такое Там все грохочут от смеха Ну и его очередь пришла И он тоже, значит, вошел И, в общем, там ему предложили картинку Которую он не видел И, значит, на картинке была изображена Был дворик изображен В котором, значит, там деревья Там какие-то домики с балкончиками И все такое Какой-то очень, как помню Старинные такие уютные дворики И от дерева к дереву Веревка висела на ней ковер И женщина, выбивающая пыль из ковра И ему сказали Вот когда ты вырастешь Женишься Твоя жена точно так же будет тебя колотить И он сказал, что я в ужасе, значит, от этого Вспыхнул и побежал прочь С словами Никогда не женюсь И он задал себе такую программу И она работала все это время Представляете? Спустя прям незначительное время Он ко мне пришел И стал говорить, что он познакомился Рассказывал о том, что он познакомился с девушкой Мы эту историю как бы взбирали с ним И прям вот-вот еще немного времени прошло Потом как-то очень быстро он женился И сейчас у них вот трое детей То есть вот как могут работать вот эти механизмы Которые нам воспрещают что-то сделать А что сделать? Иногда даже просто быть счастливыми Понимаете? То есть мы привыкли жить вот в неблагополучной среде Да, если это наша домашняя среда была в прошлом Мы привыкли вот ко всему этому То, что в общем-то нас делает какими-то все время Что-то не так И поэтому, может быть, действительно Мы даже, может быть, себе даем какой-то некий запрет, что ли Да, вот опять приведу эту историю Одну из историй, которая произошла, значит, прошлой весной Ко мне пришла молодая женщина И она мне рассказывает, что она, значит, Несмотря на то, что она работает в крупной компании И очень много мужчин в этой компании Работает рядом с ней, значит, и знакомится с ней Но, однако же, они Ну, такая тенденция, что они, познакомившись, сразу исчезают Вот они познакомились, встретились И они куда-то пропадают И она озадачена, что же такое, почему вот Что такое с ней происходит И, может быть, в ней что-то не так И вот мы, значит, с ней стали Да, и совершенно как бы случайно даже Это никакая не техника, ничего Я задала ей вопрос А как, можете вспомнить, как вы в первый раз Когда влюбленность ваша Вы влюбились И как это происходило все Вот и она, значит, рассказывает Что это было Ей было лет 17 И, значит, она была влюблена И это было взаимно Там какие-то чувства вспыхнули С юношей Вот Ну, как бы они дружили И вдруг рядом с ней В ее семье Что-то происходит с ее родственниками Там с тетей, еще с кем-то И вдруг еще с кем-то что-то происходит Там кто-то заболел серьезно Я не помню сейчас этих событий Ну, вот Какая-то полоса такая Вот, да, как говорят, черная И я ее спрашиваю Ну, а что, а как вы вот с этим молодым человеком-то Как ваши отношения развивались? Она мне сказала Да, они как-то вот Сами собой сошли на нет Я ее спросила А что же Если у вас кто-то Что-то в семье происходит Или с кем-то из близких, что ли, происходит Что вы как бы себе Что все рухнуло, что ли Вы себе запретили быть счастливой Она мне говорит Вот, вы знаете, это слово Ну, все рухнуло Я говорю всякий раз Когда уходит вот очередной парень Вот И вот То есть Все рухнуло И она как бы себя запрограммировала Это слово Оно у нее вот Всякий раз, в общем-то Да, как Некий код такой Запрещающий Вот И работает И прошло время Два месяца, наверное Что-ли Спустя Вот Я прихожанка Новодевичьего монастыря Служба была После Петровского поста И Я подошла к кресту И вдруг я ее увидела В общем-то Узнала Но Толпа нам помешала С ней поговорить И я пришла домой Мы как-то потерялись Я пришла домой И она мне Звонит и говорит Вы знаете Я вышла замуж Я, конечно, была Ну Как говорили Ни чему уже не удивляюсь Но Естественное было Такое Как бы удивление Как? Расскажите Что Что произошло И она мне Сказала Что я вышла Из Ну Из консультации В общем-то И Подумала А что же Стала прокручивать Наши разговоры Думаю действительно Что я вообще Не заслуживаю счастья Что ли Что я Недостойна счастья И Вот Даже На уровне Ментальном Как говорят Что-то происходит То есть Мы поменяли Образ мышления И Поменялся Вектор Как бы На жизненный Вот такие Как бы Как примеры Вот Страхи Да Конечно Страхи Мы сами знаем Что Это Реакция Которая Такая Психологическая Эмоциональная Реакция Которая В общем-то Мешает нам Не только Создавать Семью Но вообще Порой Бывает даже Жить Да Тревога Страхи Какие-то Это Разрушительно И Естественно Когда человек Чего-то боится Он Препятствует Действительно Себе Что-то сделать Почему? Потому что Он ограничивает Себя Ведь страх Это Вот Парализованность Такая Да Даже в переводе По-моему Древнееврейского Страх Это Быть Заморошенным Как сосулька И Связанным Скованным Быть То есть Как бы Ты себя сковываешь Да И ты же хочешь В общем-то Шаги Сделать И Предпринимаешь Какие-то Действия Но Они На самом деле Может быть Не совсем Разворачивают Тебя И Ты вроде бы Шаг сделал Два шага назад Такая Скованность На самом деле Ведь это тоже Мешает Чем? Когда мы Чего-то боимся Да Как говорится Чего боишься На то нарвешься Да Кроме того Когда мы Боимся Мы Мы же Эта волна Эта Энергия Как бы Да Она все равно Тоже может быть Считывается Теми людьми Которых Мы Предполагаем Там Как Кандидатов Или Просто Как бы Рассматриваем их В поле зрения Своего Да Вот Как Потенциальных Супругов То есть Это Не может Не передаваться Как Однажды Значит У нас Есть группа Общения Как на эти Половинку Давиду Я Уже Не первый год Ее И Значит Одна девушка В комнате Все эти Объекты Разные Предметы Выберите Пожалуйста Какой вам С каким Как вы Ассоциируете Себя С каким Предметом И Одна девушка Значит Выбрала У нас Там В углу В углу В углу Значит Стояла Гитара Такая Старенькая Уже Дети Которые приходят Там в центр С родителями Уже Пощипали Струны И В общем-то Она такая Стоит Уже Одинокая И все И вот Она Эту гитару Выбрала И Я ее Попросила От первого Лица От лица Гитары Сказать Я гитара Рассказать О себе И она Значит Говорит Я гитара Я Одинокая На меня Никто не смотрит Меня никто Не Я никому Не нужна Вот Ну и Значит Уже Когда она Закончила Эту Песню Лирическую Свою Значит Я попросила Прокомментировать Участников Что они Могут Пожелать Этой Гитаре Вот И прокомментировать Ее состояние И пожелание Какое-то Ей Адресовать Вот И они Значит Говорят Да Хочет Замуж Гитара Ну Ты Хоть бы Вышла В центр Что Низу Глата Вот Хоть бы Это Может быть Какую-нибудь Повеселей Песню Что-ли Тебе Там Запеть Вот То есть Все такая Вот Печальная И унывая Вот То есть Да Понятно Что Мы говорим Что брак Это в общем-то Не самоцель Это не первая цель Первая цель Это Будьте Совершенно Как отец Ваш небесный Всегда Радуйтесь За все Благодарите И На самом деле Иногда Многих Даже Не могут Создать Семью Почему Потому Что Если Для кого-то Там Ну У каждого Из нас В общем-то Свой перечень Проблем Да И вопросов Которые Мы решаем По жизни Для Многих Сегодня Вопрос Создания Семьи Это тоже И актуальная Тема Да И Если Не решается Наша Проблема Наша Цель То Конечно Мы можем Унывать Может быть Вот Как раз Помехи На пути К созданию Семьи Связаны С тем Что Человек Там Или печалится И горюет И Наверное Когда Если он Перестанет В общем-то Да Так Зацикливаться На этом вопросе И И цель Реализуется Вот Что Что Еще Можно Отнести К Таким Факторам Как Препятствия К Созданию Семьи Одно Из Самых Важных Помех Является То Что Люди И вот В этой В перечне Тем Курса Как найти Половинку Есть Одна И одна Которая Называется Влияние Родительских Сценариев На Будущую Семью Вот То есть Очень Важно Поскольку Мы Говорим Что Мы Усваиваем Модели Неправильные Да И потом В общем-то Может быть И не хотим Создать Семью Поэтому И страхов Одна Из Основных В общем-то Тем Которую В общем-то Решить Люди Должны На пути К браку Это Выстроить Отношения Со своими Родителями Но Даже Выстроить Это Долго Вообще Эта заповедь Она До конца Жизни Для многих В общем-то Становится Настолько Актуальной Что мы Так или иначе Всю жизнь Можем И стремимся К тому Чтобы Налазить Отношения С родителями Как они Должны прийти В какое Состояние Они Мы должны Быть Равными Личностно Даже Принимая То Что родители Более Главные Что мы Им Больше Обязаны И Родители Должны Считаться Со своими Детьми Как с Личностями На этом Поле Вот Таким образом Они должны В итоге Состояться Отношения И Также В семье Между мужем И женой Мы Личности Но Ты чуть Впереди А ты Чуть Слабее Вот Поэтому Конечно Вот эти Все Вопросы Нужно Решать И Связанные С родителями То есть Мы Должны Хотя бы Примириться С родителями Примириться Не Конфликтовать С ними Почему Потому что Вот эта Неготовность Мы Боимся И этого Тоже Потому что А как Мы Потом Это же По аналогии Строится Отношение С супругом И Вот Этот фактор Конечно Тоже Является Препятствием Примириться С родителями Отделиться От них Взрослеть Потому что Зрелость Конечно Чем она Определяется Тем что Зрелые люди Да А Восток Поскольку Люди Не создают Очень долгое время Или Браки Не Удерживаются Не Продлеваются Не Развиваются Там Случаются Разводы И все Прочее Это По причине Незрелости Зрелый человек Он умеет Завершать Дела Свои Он Умеет Удовлетворять Свои Потребности Он Активен И В общем-то Ориентирован На то Чтобы Как бы Он умеет Принимать решения Умеет Отстаивать Свою Позицию И Поэтому Понятно Что Мы Учимся Мы учимся В общем-то Да И Зрелость Конечно Как мне кажется Что Это Ну Может быть Не зрелость Да Вот Что еще Про родителей Хотелось бы добавить Да Много Сейчас таких ситуаций Когда Дети живут С родителями И Уже Быть Давно Быть Отделиться Да Быть Автономными Но Поскольку Они Очень сильно Привязаны Эмоционально К родителям Как так Эмоционально Что это Такое Это Обид Много Раздражение Оценивание Родительского Поведения Если не Обоих Родителей То хотя бы Одного И тогда Конечно Родители Вот эти Сложности Они Добавляют В общем-то Еще Как бы Дегтя Так скажем Вот В этот Настрой Да В плане Создания Нормальной Адекватной Семьи Счастливой И Поэтому Вот Живут С родителями Такие Маменькиные Сынки Маменькиные Дочки Очень Сильная Привязка Поэтому Когда Они Встречают Потенциальных Там Да Как бы Ну С кем-то Хотят Выстроить Отношения Да Просматривают Как кандидата Да На будущую Семью Тут Тоже Смотрит Видит Что Ага Слишком Большая Привязка К родителям И тоже В общем-то Может быть Это Добавляет Страхов И От него Уходит В общем-то Да Половинка Его Потенциальная Кроме Того Значит Что Еще Может быть Может быть Есть вопросы Пока Нет Мы Женой Относимся Как раз К той Категории Что У меня Брак Взраем Возрасте У жены Повторный Брак И Основная Проблема Какая Вот Была У нас И У знакомых Что Вот До брака Должны быть Дружеские Отношения В общем Даже Православная Семья Говорит Год Дружеских Отношений У взрослых Людей Как-то Дружба Между Мужчиной И женщиной Не получается То есть Если дети Мальчик с девочкой Дружат Все хорошо То Во взрослых Отношениях Дружба Не получается А получается Что-то То, что Называется Флирт То есть Женщина Сначала Мужчину Вроде как Соблазняет На секс Потом Отказывает Мужчина Женщину На секс Разводит То есть Всем Это не нравится Но как-то Альтернативы Нет Дружба Не получается То есть Как вы считаете Вот Может быть Как-то Проблема Чтобы Дружба Запускалась И что Мешает Взрослым Людям Дружить Спасибо Да На самом деле Это Одно из Наверное Тоже Актуальных Тем Связанных С тем Что люди Не могут Создать Нормальные Отношения Потому что До брака В общем-то Желательно Тоже Учиться Правильно Взаимодействовать Потому что Семья Это команда А в команде Нужно Уметь Дружить И Вот Недалеко Вчера В группе Общения Как найти Половинку Я сдала Тест Мы разделились На две Участники Разделились На две Команды И Заполняли На листочке Каждый Из команд Какие Свойства Личности Какие Характеристики Необходимы Для того Чтобы быть В команде Вот И Любопытно Что Практически Вот В каждой Группе Участники Команд Они Отмечают Такие Свойства Я их Прошу Ранжировать По Большей Степени Значимости И Значит Что Называют Как правило Первым Пунктом Умение Понимания Умение Слышать Слушать И Внимательность Внимание Другу Понимаете Вот это Как правило То На что Жалуются Супруги Обычно Приходя На консультацию Что их Не понимают Не слышат То есть Дружить Это Конечно Важно Дружить Потому что В основе Дружбы Лежит Верность Верность И там Конечно Измен не будет Если люди Умеют Дружить Это Один из Основных Критериев На которые Нужно Обращать Людям Которые Хотят Создать Семью Умеют Лежить Будущий Спутник Жизни Как Это Определяется Определяется Долгосрочными Какими-то Отношениями Если Он Со Школьной Скамьи Дружит На протяжении Многих Лет С одним С двумя Есть Друзья Как Поверхностные Лежи Отношения Выстраивать Если Это Дружба Такая Там Он Со Всеми На Одной Волне Внешне На Работе Все Но Каких-то Крепких Связей Нет Конечно Это Действительно Определяюще Потому Что В семье Там Несколько Полюсов Для Контактов Для Пересечений Это Умение Дружить Физиологическая Составляющая Что они Друг Другу Симпатичны И В общем-то На этой Основе Строится Тоже Физическая Психологическая Духовная Основа Вот Область Пересечений В общем-то Наших Интересов В семье Я имею Ввиду Супругов Вот Что еще Можно Сказать Про страхи Не про страхи А про препятствия Какие препятствия К браку Еще Что вы Можете Оживить Вопросы Значит У меня Вот Вопрос Такой Короче Что Вот Тоже Вот Как раз К продолжению Этого же Вопроса Что Плюс ко всему Еще В браке Имеется Например Вот Мезальянс Но Мы все-таки Оба надеемся Этот брак Каким-то образом Сохранить Это при том Что муж Все Жена Ничего Причем Ну что Жена Ну такая В общем Ну совершенно Никакая В том числе Имеет Неправильное Воспитание Во всех сферах В том числе Сексуальные Ну как бы Вот То есть Поэтому получилось Что вообще Вот Все на мужа Держится Только вот Единственное Вот Возможно ли вообще Такой брак Сохранить Если возможно До конца жизни А что Все держится На мужа Ну Ну все На мужа Держится И Как бы Начиная От Элементарного Хозяйства И все такое Ну что Материальное И плюс Психологические Все вещи Вот что Все на мужа Только держится То есть Ну Вот такое В общем В вопросе Как бы содержится Сам ответ Что конечно Это не просто Наверное Да Такая Структура Она Наверное Под угрозой Всегда Получается От мужа Завишу Полностью То есть Если все-таки У него Не хватит Терпения Или сил То что Тогда Делать Ну В семье Важно Соблюдать Баланс Очень важно Потому что Если будет Крин В сторону Взятия Ответственности И каких-то Там Обязанностей В сторону Одного Супруга Естественно Лодка Будет Раскачиваться Это Опасно Ну вот Да Поэтому Нужно Расти Развиваться Второй половинке Да Спасибо Да Спасибо Да Да Пожалуйста Добрый день Вчера На Православие Точка Ру Очень Интересная Статья Вышла Называется Брак Это Креста Воскресный Путь И там Была интересная Очень фраза Я вот хотел Вас уточнить Может быть Вашу интерпретацию Смысл этой фразы И так далее Брак Это твоя могила В браке надо умереть Чтобы Воскреснуть Чтобы жить Брак Это твоя могила В браке надо умереть Чтобы жить Спасибо Спасибо вам Тоже Да За вопрос Ну да Это Конечно Так сказано Очень Кардинально Но По существу Понятно Что Очень верно Потому что Брат Действительно Многие Мы интерпретируем Это как Крестоношение Это на нашем языке На языке верующих В общем-то Понятно Очень Действительно Без Мы говорим О том Что Готовность к браку Она определяется тем Что ты Если ты встал На этот путь Ты значит Не свернешь На самом деле Это очень выгодная Позиция Потому что Когда ты Видишь цель И ты к ней Идешь Вперед И все Ты У тебя Мотивация Даже только Поэтому Она может быть Потому что Это вдохновляет Дойти до цели И почему Вот мы говорим Да Значит Ну Вся семейная жизнь Она Сопряжена С трудностями Мы это знаем Да Ни рая Нет на земле И Поэтому Как говорят Скорбями Светы Атсы Скорбями Спасается человек Да Но Нет Воскресенья Без Голгофы То есть Ты несешь Этот крест И Крест Он тебя спасает Воскресенье Вот только После каких-то Трудностей На самом деле Все эти вопросы Очень тесно Связаны с вопросами Самооценки Ведь если Когда мы говорим О зрелости Личности Да Что это означает Если ты умеешь Завершать дела Свои Да Семья Это значит Ты завершаешь Дела Свои Ты не бросаешь Семью Ты Выполняешь Какие-то Первичные цели Вторичные Задачи Семьи Да Обеспечиванием Занимаешься Семьей Там Воспитанием Ну Все-все-все Там В этом плане То это Тебе Приносит Удовлетворение Того Что ты Делаешь Это Завершаешь Гештальт Как говорят Да Вот Психологи Есть направление Гештальт Да Образ Целостный И вот Семья Для чего Да Для того Чтобы Помочь Друг 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 Стать Целостными Вот Эта Целостность Которую Мы потеряли Со времен Ну Человечество Со времен Грехопадения Да Вот С точки зрения Христианской Этики Душа Распалась На Части Да Она Из чего Состоит Из ума Чувства И воли И Расщепилась Как бы Да Душа И вот Мы В личностном Платине Да Мы развиваемся Как отделенные Личности В семье То есть Мы созидаем Вот Мы Расстроилась Наша душа Мы ее сейчас Созидаем Созидаем И вот Друг другу Помогаем В этом созидании Да Вот И Конечно Только это Может Принести Принести Какие-то Плоды Да И удовлетворенность От того Что ты сделал Вот Я вспоминаю Мы ходили Много лет назад В Поленово Поездили На экскурсию И Конечно Там все Вот Восторгает Потому что Сама личность Поленова Она Настолько Была Цельной Да То есть Вот Нас водили По усадьбе По дому И Оказывается И дом он Выставил Своими руками Чуть ли не Да Он сам Все это Делал Семья Была Многодетная Он готовил Спектакли С детьми То есть Он воспитанием Детей Занимался Мы знаем Что это был Очень успешный Художник Который Творчески Реализовался Да Да Везде Он там Выставляли Всего Картины Да И в Европе И дальше И Он Храм построил Да И Когда Он умирал Нам Эскурсовод Сказал Что там В его дневниках Вот в общем-то Он писал Что Мне не страшно умирать Почему Потому что Я Все что мне Господь дал Я все Постарался Выполнить Я сделал Вот То есть Вот Такая оценка В общем-то Да И в своей жизни Вот То к чему Когда мы Заканчиваем Вот эти дела Да Завершаем наши дела То тогда Мы удовлетворены И На самом деле Вот если говорить Еще о Том Как Допустим Ко мне подошла Одна женщина Вот Она мне Так и сказала Она говорит Ирина Толи Мне так Сынно сказать Мне 70 лет Но я До сих пор Хочу замуж Выйти То есть Я не оставляю Этой своей Мысли Да Я говорю Мне Очень Я стесняюсь Вот Я Я говорю Ну вы знаете Да почему же так Почему же я не могу Этой мысли Оставить Она меня спрашивает Мне кажется Что Это Сила того Что Бывают люди Которым Ну нужно В общем-то Эмоциональное тепло Да И естественно Естественная потребность Наша Да В том Чтобы Любить И быть любимыми Отдать это тепло Когда я задаю вопрос Как А почему вы хотите Зачем вы хотите Замуж Разные конечно Ответы слышат Кто-то говорит Слышится Кто-то говорит Я хочу Потому что Мне Дети Нужны Правильные Ответы Конечно Слышишь Тоже Когда человек Говорит Я Мне Переполняет Мне уже Во мне Много Любви Я хочу О ком-то Заботиться И это Естественное В общем-то Желание Да И этой женщины В том числе Но Моя Гипотеза Версия Была Все-таки Заключалась В том Что Поскольку она Была Когда-то В браке И этот Брак Был Неудачным То Вероятно Всего Что Вероятно Вероятно Что Ей Хотелось Завершить Этот Гешталь Целостный Создать Целостную Картинку В своей Голове Закончить Это Дело Вот Поэтому Понятно Что Мы В общем-то Задачены Этим Вопросом Но Иногда Я Говорю Что Люди Говорят Одно А Делают Другое Вот Например В православной В нашей Среде Что происходит В том же Нашем Центре Православная Семья И в других Может быть Так называемых Молодежных Организациях В которых Молодежь Уже Ближе К 40 Зачастую Люди И этого Возраста Ходят В эти Молодежные Организации Понятно Что Хотят Найти Половинку Но Там Ситуация Такова Нередко Что Годами Чуть Чуть Не десятилетиями Люди Ходят В эти Какая-то Православные Тусовки И Никакого Результата Понимаете Даже Однажды У нас Тоже был Актив Такой В православной Семье И Значит Вот они Вместе Куда-то Ходили Чем-то Занимались И даже Помогали Несколько лет Одному Детскому Дому На спорт Ходили Ездили В паломничество И так далее Но я смотрю Проходит Уже Не один год А они Все Значит Никак Никак Хотя И там Они Примериваются В друг Другу Но Пары Не создаются Какой-то Застой Такой И Я стала Искать Причину И вдруг Мне приходит Такая мысль Что Они создали Суррогат Семьи Здесь То есть Им хорошо Они Общаются Они Реализуют Эту потребность В общении И все Им Больше ничего Не надо Так же Как в семье С мамой С папой Они все Живут И живут Уже Скоро посидели А все Никак Не оторвутся И Я говорю Тогда Кому-то Из актива Рассказываю Свои наблюдения И Мысли И переживания Даже И Предлагаю Им В общем-то Немножечко Ограничить Круг общения Здесь И пойти Искать Еще где-то Половинки Что вы думаете Вот буквально Через некоторое время Несколько пар Создалось Прямо Из этого Же Нашего Актива Понимаете То есть Вот этот страх Какой-то Чего-то Что Как будто Лишит их Удовольствия Комфорта Потому что Понятно Те люди Которые Уже долгое время Не создают Семью Они уже Привыкли Вроде бы Они тяготятся Этим Одиночеством И Вот этой Пустотой Зазывала Зазывала Я тоже Пришла И он Общаясь С этой Молодежью Которая После храма На чаепитие Приходит Так В общем-то Стал Знакомиться С вновь Прибывшими Да А тем Кто Они Почередно Представляли Себя А тем Кто Уже Там Были Такие Засегдаты И он Стал Их Немножечко Так Увечевать Что ж Такое Сколько Видите Вот Новенькие Приходят Когда же Вы-то Женитесь Уже По 10 Лет Вы сюда Ходите То есть Вот Парадокс Мы хотим Создать Семью А почему Мы Одиноки Вот Поэтому Получается Что Мое Предположение Что Конечно Страх Вот этой Любви Страх Что Тебя Обидят Потому Что Есть Еще Такая Категория В общем-то Людей Которые Тоже Не могут Создать Семью Потому Что Они Долго Выходят Из Каких-то Отношений С кем-то Они встречались Какое-то Долгое Время Может Не очень Долгое Кто-то Очень Сильно Ранил И Вот Тоже Человек Очень Долго Не может Примириться Расстаться И В общем-то Принять Решение Быть Счастливым Вот Вот Такие Еще Действительно Нередко Причины Какой-то там Вопрос Есть Еще есть Вопрос Которые Передали В записках Можно сказать Переходя Ко второй Второй Части Как Вы Относитесь К Повторному Браку Разведенных Супруг Повторные Браки Сегодня Нередкость И Приходится Приходится Принимать Тоже Как Реальность Да Хотя Конечно Там Все Могут Кто-то Может Сделать Ссылку На Евангелие Да Где Четко Там Какие-то Вещи Обозначены Да Лучше Все-таки Один Брак И Навсегда Да Но Господь Милостив И Вот В силу Некой Экономии Такой Да Даже Там Церковь 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 Допускает Там Второе Венчание Все Но Это Понятно Что В общем-то Не потому Что Это Так Хорошо А Потому Что Церковь Идет За Немощью Нашей За Немощью Немощи В чем Заключается Ну что Нам Конечно Может быть Людям Одиноко Или Может быть Это Как Говорят Чтобы Не Разжигаться Плотью Потому Что Разные Есть Люди С Разным Устройством Структуры Такой Психической Кто-то Например Говорит Да Я Больше И замуж Не хочу Мне Это Не надо Нередко Люди Все-таки Хотят Замуж К примеру Почему Одна женщина Мне говорила Вы знаете Я не могу Без тактильных Контактов Мне очень важно Чтобы Были Прикосновения Чтобы был рядом Со мной Любимый человек Мне ничего Другого Не надо Просто Ощущать Эту силу Мужскую Что есть Рядом Со мной Кто-то То есть Эта потребность Она Естественна Да Чувствительный Человек Но Она Также В общем-то Открыта Для того Чтобы Отдавать И тепло И радость Любимому Мужчине Поэтому Понятно Что В общем-то Природа И ее Никто Не отменял Ну вот Да Это Есть Как бы Как реальность Повторные браки И как К этому Относиться Но лучше Бы Как я Повторяю Все-таки Люди Сохраняли Семью Повторные Браки Это Ошибочное Человек Сделал Ошибку Вот он Решил Повторить Опять-таки Возвращаясь К этой Теме Гештальт Да Целостности Он хочет Опять Вернуть Эту Целостность Ну Правда Уже Может быть Соговоркой На то Что С тем Человеком Которым Не причинил Боль Я не хочу Этого Делать Как Исправить Ошибки Если Действительно Произошел Разрыв И Уже Неизбежен Второй Брак Лучше Все-таки Выстроить Отношения С предыдущим Супругом С бывшим Супругом Как это Говорят Примириться И Это Тоже Опять-таки Силу Потому что Это Даже Самому себе Выгодно Почему Потому что Меньше будет Переносов На Новый Супруга В новых Отношениях Как Уже Наконец Тоже Ты Будешь Учиться Так Мириться Да И Не Злобиться И Не Обижаться На Тех Кто Тебе Причинил Какие-то Раны Ну Это Это полезно Во всяком Случае И Необходимо Просто Бывает Нередко Так Что Второй Брак Бывает Я Встречала Сталкиваясь Таким Что Бывает Что Этот Брак Более Удачный Чем Первый В силу Того Что Кто-то Один В отношениях Бывает Не хочет Развиваться Не хочет Расти Не хочет Меняться Ну Для Того Кто Ориентирован На Рост На Движение Вперед Вторые Отношения Следующие Отношения Последующие Будут Более Удачными Это Вкратце Я бы Хотела Спросить О двух Вопросах Наверное Первый Вы говорили О симбиотических Отношениях С родителями Где Граница Уважения К родителям И уже Начинаются Симбиотические Нездоровые Отношения В семье Которые Скорее всего В будущем Будут Переноситься В свою Собственную Семью И второй Вопрос Сейчас Вот В современном Вопрос Я не услышала Где Граница Граница Это Граница Здоровая Граница Тех Здоровых Отношений Когда Ты Не воспринимаешь Твой партнер Не воспринимает Так сильно Болезненные Отношения С твоими Родителями Со своими Родителями Ну то есть Вот Где не происходит Перенос Одного На другое И второй Вопрос Сейчас Очень часто Ставится Как бы В лозунге В отношениях То есть Мы за ценой Не постоим Или готовы На все Вот Как это Влияет На В дальнейшем На построение Самой семьи Уже В будущем Когда есть Брак Когда есть Дети Когда Ну вот Как бы Здесь уже Звучал вопрос Наверное О таких Достаточно Вольных Отношениях И насколько Ценностные Ориентиры В семье Важны Как это Влияет На Межличностные Отношения Вот Насколько Вот эти Вот Дружба Там Еще Какие-то Отношения И вот Эти Вот Границы Поэтапного Выстраивания Отношений Влияют На Крепкую Здоровую Семью Или Это Как бы В этом Нет Необходимости Действительно Ну как бы Лозунг Мы за ценой Не постоим И приветствуется Спасибо большое Помогите Пожалуйста Понять Я Не совсем Вопрос Понимаю К сожалению Помогите Посмотрите Вопрос Пожалуйста Еще раз Второй На второй вопрос Это что такое Ну в смысле Готовы на все То есть в отношениях То есть вот Достаточно Вольные отношения Не поэтапное Выстраивание Отношений Как бы Принято Например Пишется Например Отцом Андреем Лоргусом О семейных Отношениях О многих Других Священников Поэтапное Выстраивание Отношений Важности Корневых Моментов В отношениях А такие Достаточно Вольные Мне сложно Сейчас Как бы На какой-то Конкретный Пример Сослаться Чтобы Немножечко Было Понятнее Потому что Это общий Вопрос Это ни в коем Случа Не личностные Отношения Просто Хочу Понять Границу Здоровой Семьи В будущем Насколько Это отличается От того О чем Пишут Священники Практикующие Психологи С тем Что Как бы Вот В современном Мире Насколько Это Разница Насколько Это важно И где Стык Этих Понятий Практики Теории И Понимания Здоровые Отношения Я думаю Что это Основа Здоровых Отношений Это Любовь Вот Так Коротко Если говорить Любовь Ну вот Как раз Когда мы Говорим С вами В контексте Целостных Каких-то Картины Целостные Картины Семья Мы стремимся В целостности Мне Хочется Привести В пример Всем известную Историю Святых Петра и Февронии В одном Варианте Содержательном Да Как Это Биография Их Житие Там Как Рассказывается Да Феврония Она Когда Ей Петр Ее Попросил Чтобы Она Его Исцелила Она Ему Сказала Женись На Мне Я Тебя Исцелю Вот То есть Вот Момент Здоровых Отношений Да Мы Исцеляем Друг Друг Любовью И Знаете Вот так Вот сказать Что Какие-то Этапы Есть Формирование Любви Есть Какие-то Прям Механизмы Четкие Как Это Что Да Расписать Этот Алгоритм Да Очень Сложно Поэтому Созидание Любви Оно В мелочах В мелочах Как мы Все-таки Открыты Как мы Направлены На другого Человека Который Рядом С нами Как мы Его Чувствуем Чувствуем Мы его Или нет Потому что Как показывает В общем-то Практика Многие Люди Не чувствуют Друг Друга И Это Поиск Это Постоянное Действительно По кирпичикам Строительство Любви Неленостное Безбоязненное Выстраивание Границы Как можно Их Определить Границы Границы Слово Границы Можно Наверное Здесь Применить В таком Контексте Что Действительно Границы Нужно Соблюдать Личностные И Эмоциональные Не Обижать Друг друга Не Задевать Не 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 Осуждать Ну Это Вот Есть Крылатое Выражение Старца Абруси Оптинского Да Жить Не Тужить Никому Не досаждать Никого Не осуждать И все Мое Почтение То есть Вот Бережное Такое Как вы Сами Сказали Уважительное Отношение Друг Друг Уважать Это Уважить Сделать Человека Важным Вот Он Самый Главный В моей Жизни Самый Важный И Он Всегда Не Сегодня Не Завтра Не Послезавтра А вот Здесь И Сейчас Он Самый Важный Для Меня И Вот Этот Вот Принцип Жить Здесь И Сейчас Он Самый Главный В Нашей Жизни В Реальной Жизни Постоянно Быть В Жизненном Тонусе Настраивать Себя На Волну Вот Рядом Он Рядом Он Такой Же Как Я Если Я Себя Люблю Естественно Я Буду Любить Другого Кстати Вот В частности Да Вот Про Любовь Это Очень Такие Такие Понятия Да Вот Примените В жизни Да Чтобы Действительно Было Все Расписано И Вот Мы Будем Следовать Этим Правилам Вряд Ли Это Возможно Да Но Когда Мы Вот Далеко Не Заходим А В рамках Сегодня Жизни Вот Здесь Друг Другу Служим И Чувствуем Друг Друга Вот Это Самое Главное Но Когда Ты Сам Себя Не Любишь Ты Не Сможешь Любить Другого И Вот Это Показывают Очень Примитивные Тесты Которые Я Использую В работе Прошу На Листочке Его Разделить На Две Колонки Именно В одной Колонке Написать То Что Ну Как Вот Какие-то Свои Плакие Свойства Да Качества А в Другой Колонке Хорошие Свойства Качества Личностные И Поверьте Мне Что Люди Зависают И Какое-то Время Они Не Могут Даже Сосредоточиться И Написать Ну Понятно Что В первую Очередь Колонка Которая Значит Вот Какими-то Негативными Качествами Она Переполняет В общем-то И даже Ни одну Страничку Этого Листа А там Где Что Хорошего Сказать Очень Редко Но Мы Скромные Люди Мы Верующие Люди И У нас Есть Еще Такое Понимание Что Мы Не Должны Там Если Мы Будем Себя Хвалить То Это Тщеславие Мы Будем Себе Формировать Да Это Конечно Очень Пограничные Вещи Опасно Вот Эту Оценку Самого Себя Нужно Постоянно Держать Баланс В каком-то Да Не забывать Что Мой Образ Божий И что В этой Колоночке Тоже Какие-то Свойства Должны Быть Отмечены Как То Что Мне Господь Дал Какие-то Силы И На Добро Делание Да Но Получается Если Я Вижу В себе Только Негатив Только В себе Плохое То Эту Проекцию Я Обязательно Повторю На Другом Будет Спроекцировано На него То Что Внутри Меня Как Есть Какой Негатив От Которого Мне Тоже Иногда Хочется Избавиться Вот И Вот Мы Переносим Это Друг На Друга Вот То Есть Вот Такое Внимательное Отношение К себе И К людям Наверное Залог Нормальных Зооотношений Кто-то Еще Хочет Вопрос Задать Да Добрый День Добрый День Здравствуйте Спасибо Вам Большое За Интересную Беседу За Интересные Слова Благодарю Может быть Сбивчиво Но Старался На самом деле Очень так Емко Что называется По делу Вопрос Довольно Резкий Как В возрасте С точки зрения Психологии Как В возрасте 35 Плюс Перестать Быть Женноненавистником Жестких Себе Да Вопрос Не знаю Просто Вот как Вопрос Психология Женщина Имеет Как Как Перестать Им Быть Просто Ну И все Знаете Вот С таким Вопросом Конечно Ко мне Гораздо Реже Обращались Почему Потому что Частыми Посетителями Кабинета Психолога Становятся Девушки Или Женщины И Ну Нередко Конечно И мужчины Но Этот вопрос Я слышала От женщин Даже Не в качестве Вопроса А Какое-то Знаете Вот просто Какого-то утверждения Что все Мужчины Вот они Такие Вот они Такие Да Все В них Не так И Однажды В общем-то Одной Девушке Я Ну Как убеждать Вот Противоположным Это неблагодарное Дело Понятно Что это Сформированное Какое-то Отношение Да В силу Разных Каких-то Причин Да Ну Одна Из Возможных Это Кто-то Обидел В детстве Очень сильно То есть Это может быть Властная Мама Может быть Властная Учительница Или Не одна Или Девчонки Там Как-либо Унижали Там За что-то Да Ну Вот Такой Как бы Спектр Да Возможных Причин И Она Мне В общем-то Как-то Тоже Стала Об этом Говорить Что Как же Найти Себе Половинку Вторую Если Рядом В общем-то Ну Нет Таких Вот Эталонов Да Мужского Поведения И Все Прочее Значит Я Ей Дала Домашнее Задание Вот Она Как Она Характеризовала Мужчин Они Или Матерятся Или Плюются Или В общем Все не так Да И Она Утверждала Убеждала Меня В том Что Их Вообще Нет Ну Нет Нормальных Абсолютно Нет Нормальных Да И Вот Такая Как бы Гиперболизация Понятно Что Это Тоже Некий Перенос Такой Самооценочный Да Поскольку Она Тоже Не Уверена В себе Она Не Что Прям Конкретно Там Плюется Или Что-то Да Нет Она Воспитанный Человек Ну Вот Вероятно Это Тоже Отношения С отцом Там Повлияли Да Домашнее Задание Было Таково Вот Если Она Едет В общественном Транспорте В метро Ли Отшрубки Идет Ли Она Ну Как-то Не то Что Пристально Там Наблюдать Смотреть За Мужчинами Ну Как-то Так В общем-то Украдкой Кого-либо Выделять Да И Отметить Хотя Что-либо Хорошее В нем Ну Хотя Что-либо Значит Первая Последующая Встреча Наша Была Она Мне Сказала Что Ничего Она Не Замечает Вот Как Она Ничего Она Не Замечает Задание Было Повтором Опять Значит Я ее Отправила С этим Заданием В следующий раз Она сказала Вы знаете Я вдруг Стала Мне что-то Стало Открываться Как-то Мне показалось Что Какой-то Молодой Человек Он Грустный Я подумала А может Это Связано С тем То С тем То А вот Этот Наверное Хороший Семьянин Рядом С ним Там Была Какая-то Игрушка Там Он Видимо Купил Какую-то Игрушку Ребенку Кто-то Там Еще Что-то В общем Она Какие-то Стала Замечать Детали Хотя бы С мелочей Да И Вот Этот Образ Врага Он Стал Немножечко Смещаться В сторону Ну Как-то Позитивной Такой Картинки Да Наверное Здесь Тоже Нужно Использовать Этот же Трюк Завершить Образ Научиться Завершать Образ Создать Такой Образ Положительной Женщины В своем Воображении Может быть Или Просто Потренироваться Еще Вопрос Мне 30 лет И я Не хочу Замуж Жизнь Настолько Полна Яркими Событиями Впечатлениями От новых Путешествий В окружении Много Молодых Людей Исключительно В качестве Друзей Мы Общаемся Как Быть Поддаться Влиянию Общества Родителей И создать Семью Или Жить Полной Жизнью И Возможно Желание Создать Семью Саму Придет Спасибо Да Спасибо Ну По Принципу Выйти Замуж Лишь бы За кого Там Или Потому что Кто-то Там Навязывает Это Как установку Или Потому что Время Пришло В общем-то Не стоит Создавать Семью Вот И Конечно Нужно Созлить Для Семьи И Если Человек Просто Развлекается И Ну Пытается Извлекать В общем-то Этот Комфорт Да От жизни Брать Все И Не Интересоваться И не Заполнять Свою Жизнь Как бы Да Информацией О браке Там Поскольку Вопрос Из этой Аудитории Значит Человек Все-таки Озадачен И Так или иначе Эту Тему Для себя Прорабатывает Поэтому Не все Страшно Лучше Создать Семью С Хорошим Надежным Человеком И Чем Просто Так Придет Время Все Будет Еще Вопрос В зрелом Возрасте Приходит Мысль Мне уже Многое Поздно Многого Не стать Годы Вернуть Невозможно Только Мечтать Где Выход Ну Когда Говорят Весь Кто-то Хочет Что-то Сделать Лучше Сделать Он делает А кто Не хочет Он ищет Причины Поэтому Дело в том Что возраст Он никогда Не был Препятствием К тому Чтобы Осуществить Любую Свою Какую-либо Цель Поэтому Просто Наверное Есть Какие-то Скрытые Причины К тому Что Человек До сих Хор Не создает И Нужно Найти Скорее Всего Это Хорошо Одному Быть Вы Сказали Если Ты Сам Себя Не Любишь Ты Не Сможешь Любить Другого Где Граница Любви К себе Чтобы Эта Любовь Не Перешла В Ага Их Вообще Что Вашем Понимании Любовь К себе Очень интересна Ваша позиция В этом Спасибо Любить Любовь К себе Это Дело Тонкое Конечно Тут Согласна Очень Зыбкая Такая Граница Да Так Чтобы В общем-то Не уйти Вот В этот Жесткий Эгоизм Ну И В общем-то Ну Как-либо Беспокоиться О себе Ну Любовь К себе Наверное Это Вот Тоже Когда Мы Касались Этой Темы Зрелости Да Любовь К себе Вот Если Ты умеешь Удовлетворить Свои Какие-то Потребности Да Ты Сам Себя Обслуживаешь Ты Одеваешь Заботишься Своё Тело Заботишься О своей Душе Да Чтобы Она Была Полноценной Чтобы Она Была Насыщенной Чтобы Любить себя Вот За какие-то Добрые Дела Поступки Понятно Что Это Очень Условно Да Но То Что Мы Делаем Это Автоматом Записывается В копилку Нашей Любви К себе Любить Себя Можно За Хорошие Мысли За Хорошие Чувства Вот И Благодарить За это Бога Постоянно Не забывая Потому Что Конечно Мы Созданы По Принципу Свободы Воли Выбора Мы Свободны И Поэтому Мы Можем Делать То Что Мы Можем Господь Нам Дал Эту Возможность Как Апостол Павел Говорит Все Могу Об Укрепляющем Меня Господи Все Могу То есть Я Тоже Что Могу Сказать Себе Да Я Это Сделала Слава Богу Благодарю Тебя Господи Что Ты Мне Дал Это Вот Любовь Она Потом Как Б Накапливается И Приносит Плоды Какие Плоды Что Ты Можешь Эту Любовь Транслировать Другим Людям Ты Можешь Ее Отдавать Эту Любовь Вот Стоит Лишь Ждать Своего Человека Ведь Очень Часто Девушки Долго Не Выходят Замуж В ожидании Каких-то Особых Чувств Или Брак По Хорошему Расчету Если Молодые Люди Хорошо Дружат Имеют Друг Другу Небольшую Симпатию Лучше Чем Годами Ждать Чего-то Ну Это Тоже Один Из Неверкних Вопросов Да На Что Ориентироваться На Рассудок Или На Чувства Вот И Просто По Расчету Нельзя Конечно Выходить Замуж Потому Что Ну С Этим Связаны Тоже Какие-то Особые Моменты Как Разочарование Приходят На Консультацию И Говорят Вот Мы Были Ориентированы На Такой Брак Да Там Уже Ошибались Там Да Сгоряча Строили отношения Какие-то Потом В общем-то Я для себя Принимаю Решение Вот Человек Хороший И Буду С ним Жить И Добра Наживать Ну А Потом Получается Что Уже И Нарастает Какое-то Недовольство От того Что У тебя Чувств Нету К этому Человеку Во-первых Это Вот Такой Эгоистический Выбор Я так Думаю Да Почему Потому Что Ты Ну Вот Ты Расчет Такой Расчет Да На Хорошего Человека Который Рядом А Другой Человек Он Почему Эгоистический Да И Вот Это Как Сказать Сложный Выбор Потому Что Это Нечестно Другой Человек Он Думает Что Ты Его Любишь А Не Из Человек Он Не Может Потом Какое-то Время Не Почувствовать Что Ты Холоден К нему Ты Холоден Он Будет Эту Любовь Выпытывать И Выбивать Но Потом В общем-то Это Конечно Может Вырасти В конфликт Да Вот И Это Конечно Любовь Все равно Мы должны Будем Созидать Потом Если мы Однозначно Нацелены На то Что Брак Раз и Навсегда Придется Уже Где-то Искать В себе Эту Любовь Чтобы Отдавать Ее Учиться Любить Поэтому Конечно По расчету Вряд ли Это Самый Выгодный Брак И Когда Любовь Любви Много Вспылают Чувства Да Потом Они Остывают Люди Жалуются Вот Любили А теперь Мы Разлюбили Тоже Нет Наверное Это должно Быть Тоже Какой-то Должен Баланс И чувства И симпатия И влечение И вместе С тем Расчет Расчет В чем Должен Быть Мы Должны Четко Понимать В общем-то Да И Задавать Себе Много Вопросов До брака И Формулировать То, что Мы хотим От семьи От брака Каким Должен Брак Каким Должен Будь Я В этом Браке Нужно Быть готовыми И тогда В общем-то Так не будет Очень сильных Потрясений В браке И будет Сохранен Баланс И Еще вопрос У нас Пожалуйста Добрый день Хотел Спросить Вот Ну и Повторный брак То есть Отношения Перед Повторным браком В повторном браке Бывают Отношения К прошлой Жизни То есть Это Ну бывают Просто Такие Даже Требования У людей Друг к другу Чтобы было Например Уничтожено Все Что было До Все фотографии Где есть Там Бывшие Родственники Вот Или А бывает Наоборот То есть Ну как бы Бывает Все равно И Вот Какая-то Золотая Середина Ну То есть Отношения И с прошлыми Родственниками И с нынешними Родственниками Какой-то Баланс Если можно Какие-то советы Спасибо Да Вот Мы говорим О том Что Действительно Сегодня Ну не то что Популярно Распространены Такие браки Да Повторные И Конечно Почему Это Лучше бы Все-таки Этого Не допускать Силу того Что Сам по себе Брак Вот Если он Первый Там Один Он Такая Напряженность Семья Это дело Конечно Не легкое Так скажем Да Но Когда Повторный Брак Это Дополнительный Труд То есть Нужно Еще 250 Раз Подумать Прежде Чем Ты Бросишь Свою Эту Семью Да И Вступишь Совершенно В новую Историю Потому Что Там Столкновение Интересов Будет Еще Больше Получается Что Вот Ты вышел Из одной Семейной Системы Нужно Войти В другую Семейную Систему А Семейная Система Это Вот Как Говорят Я Мне Его Родственники Не Нравятся Я Буду Только С ним И Все И В общем-то Сразу Отрежу Эти Отношения И Все Нет Ты Входишь В систему Значит Это Это Уже Все Твое Поле И Получается Что И Та Система Встраивается В эту Систему Ты Не Можешь Этого Оставить И В этой Системе В Твоей Новой Он Тоже Там Его Родственники И Дети Могут Быть В Повторном Браке И У Того И Другого Супруга Или У Одного Из Супругов В В общем Это Дополнительный Ряд Трудности Понимаете Когда Вот Эта Притча Про Таланты Всем Знакомая Может быть Избитая Но Мною Любимая О том Ну Как Вот Одному Там Десять Талантов Другому Пять Талантов Другому Три Таланта И Вот Они Приходят Отчитываются Я Примножу Вот Тебе А Этот Один Говорит Последний А Я Думал Что Ты Там Злой И В общем Это Сам Боялся И Поэтому Я Закопал Но Однажды Я Услышала Такую Интерпретацию Интересную На проповеди Священник Свой взгляд Как бы На этот вопрос Он Сказал Что Чужой Раб ленивый Его выгнали Тех Ты Иди В радость Господа Твоего Молодец А ты Раб ленивый Закопал Ты Иди В гиену Огненую Священник Говорит Так он Какой же Ленивый Он Копал Он Копал Понимаете Получается Что ты Бросил В ту семью Предыдущую Твою И думаешь Что ты Здесь Решил Все проблемы Ушел Как бы И Никаких проблем Ничего подобного Ты Все равно Какие-то Труды Еще большие Даже иногда Может быть Ты с ними Столкнешься Никуда не уйдем От той Ноши От того От То что нам Господь дал Понести То и мы Понесем Мы никуда не денемся Даже еще больше В общем-то Препятствий Может быть Поэтому Конечно Тем Кто Создает Эту Новую Семью Им Важно Принять Прошлое Другого Человека Что Это его Прошлое И он Его не Может Стереть Ластиком Там Когда Да Если он Застревает Этот И Бесконечно Муссирует Там Да И Он Допустим Не вышел Из тех Отношений Да Он Злится Не Примирился Почему Мы Ну Как-то Вот Касались Да С вами Этого Вопроса Что Если Ты Начинаешь То Нужно Произвести Работу Над Ошибками И В том Числе Все-таки В интересах Ваших Интересах Сохранить Доброе Отношение С этим Человеком Пусть Они Будут Тоже Дистанционными Но Они Не Настолько Отчужденные Все Вам Уже Не Надо Ничего От Этого Человека Вы Все Уже С него Взять Ничего Не Можете То Есть Долг Из него Изымать Вот этим Вашим Злостью Или Наказанием Не Разговаривать С ним И еще Что-то Такое То есть Нужно Найти Мир Хотя Бо Не Злиться Не 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 Осуждать Его Простить Как Говорят Вот И Вот Таким Образом Все Равно Да Необходимо Принять Это Прошлое Другого Но Если Он Когда Начинает Знаете Как Бывает Нередко Он Общается С Прошлой Женой Пишет Смс Ки Ей Там Дорогая Как Наши Дети И все Прочее Да Конечно Это Очень Злит Новую Супругу И Почему Он И там Не Не Завершил Отношения И Здесь Он Выматывает В общем-то Душу В этих Новых На качелях И он Здесь Получается Что Несовершенство В чем Незрелось То что Он Самоутверждается На фоне Этих Женщин И та Замуж Не вышла Это Как Тоже Как Собака На сене Он Ей Не дает Жить Не той И Конечно Это Очень Тяжелая Непростая Ситуация Вот Поэтому Конечно Да Тут Очень Непросто Братья и сестры Наше время Потихоньку Подходит К концу Поэтому Последний На сегодня Вопрос Предложим Ребенок Усыновлен Новорожденным С детства Знал Что Усыновлен Теперь В 20 лет Какой Может быть Сценарий Семьи У этой Девушки Не будет Ли она Пытаться Повторить Атмосферу Любви В которой Она Воспитывалась Или Подействует Знание Того Что Она Была Усыновлена И Кардинально Повлияет На ее Будущий Сценарий Семьи То Что Заложено Доброго Конечно Именно Это Взрастет Я думаю В человеке Который Усыновлен Был Или Родной Ли Я думаю Что Этого Опасаться Так Не стоит Что Прям Так Какие-то Программы Могут Быть Я так Поняла Унаследованные Генетические И Человек Может Ребенок На котором Переживают Что Он Может Потом Создать Неблагополучные Какие-то Отношения Вряд Ли Может Быть На какое-то Время Что-либо И сработает Но Как правило Человеку Формирует Среда И В среде В какой Рост Взращивался Именно Она В общем-то Может Повлиять На благополучие Неблагополучие В будущих Отношения Спасибо Большое Давайте Поблагодарим Анатольевну В следующую Субботу Мы также Встречаемся Здесь В 12 часов Дня Планируемая Тема Это Подросток В семье И в церкви И мы ждем На эту лекцию Протеерея Алексея Уминского Редактор субтитров